Привет охотникам! Скоро у нас открытие охоты на пернатую дичь, потому я решил забежать в магазин, пополнить запасы патронов. Купил три варианта разных производителей, два варианта из бюджетного сегмента и третий вариант это будут дорогие патроны от компании BP. В этом видео хочу наглядно продемонстрировать, почему дорогие патроны лучше не покупать, лучше обойтись бюджетным сегментом, такие как Blackmark или компания Rio. Кстати патроны фирмы Blackmark перед началом сезона сейчас очень хорошие скидки, то есть их можно купить в районе 9 гривен за один патрон, то есть упаковка 25 штук обойдется вам примерно 225 гривен, а качество сборки и комплектующих будет намного лучше чем у дорогих конкурентов. Итак, сейчас я покажу как очень просто проверить обтюрацию пыш-контейнера в снаряженном патроне, то есть если гильза патрона пластиковая, для этого нам понадобится фонарик или в моем случае телефон со вспышкой. Просто берем и просвечиваем патрон в районе пыш-контейнера и смотрим насколько плотно пыш-контейнер прилегает к гильзе. Если плотности никакой нет, то случается рассыпка пороха мимо пыш-контейнера, как вот мы видим в этом варианте на патроне фирмы BP. Тот порох, который просыпался, уже не сгорит, а значит будет недовес, а следовательно и падение скорости полета снаряда. И чем дольше вы носите патрон в патронтаже, тем больше порох рассыпается и тем меньше его сгорит. Также есть больший риск, что порох со временем отсыреет и патрон станет непригодным для использования. Дальше проверяем патроны фирмы Rio. Эти патроны дешевле предыдущих примерно в два раза. Итак, смотрим и видим, что обтюрация в пыш-контейнер просто классная, не просыпалась ни одна пластинка пороха, а значит при правильной навеске скорость полета снаряда будет нормальная. Для сравнения проверяем второй бюджетный патрон от компании Blackmark. Стоимость этого патрона такая же, как стоимость предыдущего от компании Rio. Тоже видим, что обтюрация отличная, потому делаем вывод. Если сравнивать патроны относительно пыш-контейнеров, то бюджетные варианты имеют лучшую комплектацию, чем дорогие. При таких рассуждениях возникает вопрос, почему такая разница в цене? Есть ли смысл переплачивать? И за что мы переплачиваем, покупая патроны в два раза дороже, чем отечественные бюджетные варианты? Пишите свои варианты в комментариях, также не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!